Слышно вообще? Сам себя не слышит. Возникла такая идея рассказать вкратце некоторые основы съемок кино современной цифровыми камерами, потому что сейчас практически во всех уже фотоаппаратах появилась такая возможность. Многие фотографы ее используют, иногда, не зная подоплеки, делают какие-то примитивные ошибки, которые убивают материал или делают его недостаточно качественным, не используют максимальные возможности камера. Поэтому я такую краткую, очень коротенькую обзорную лекцию сделал. Нужно иметь в виду, что по каждому вопросу, который здесь освещен и занимает несколько строчек, там или один слайд, можно написать там труды, монографии и так далее. И вообще кино за свою историю эмпирически нашло очень много интересных нюансов для каждого случая. Ну, короче говоря, они учатся годами этому и даже всю жизнь. Поэтому в такие депуты мы углубляться не будем, а просто раскачиваем по верхам. Сейчас посмотрим, ага, сменяется. Значит, я начну с технической части, а потом, если останется время и силы, уже кратковческую щупу. Значит, во-первых, нужно разобраться именно с самим видеофайлом. Существует путаница, возникшая из-за того, что видео приспосабливали для просмотра на компьютерах разными способами, разными фирмами в разное время и так далее. И получился колоссальный зоопарк. И фотографов это вызывает какого рода путаницу. В фотографии, видите, все понятно. Если у тебя расширение файла, допустим, gpd, значит это gpd. Если tif, значит tif и так далее. Но видео не так. Если мы говорим о видеофайле, то у него существует как оболочка под названием медиа-контейнер. И вы все наверняка слышали их название, эти пабелионы, вот самые распространенные, это RIT, TS, MPP, NKV и так далее. То есть это способ завернуть видео, аудио, декст, ну, короче говоря, медиа-информацию в некий законченный файл, в один файл, чтобы она не лежала отдельными дорожками, а чтобы это было вместе. В современных цифровых камерах применяются два видеоконтейнера. MUF, ну, самые распространенные, которыми я рекомендую использоваться, и MP4. Принципиальной разницы между ними нет. Я предпочитаю MUF, но это уже, как говорится, выбор. Тут еще бывает так, что реализация в камере чуть-чуть по-другому. Ну, или в одной камере, когда MUF, когда выбираешь, тебе открываются дополнительные файл. Это нужно смотреть, уже документацию, разбираться. Суть в том, что вот два основных, которыми нужно пользоваться, остальными не надо. То есть если у вас будет где-то выбор, что там, AVI или MUF, лучше MUF предотвращать AVI. Соответственно, что в этом самом видеоконтейнере содержится в случае видео, там содержится видео, сжатое самыми разными способами. И, соответственно, тоже зоопарк существует этих самых видеокодеков. Ну, вот я перечислил самые распространенные. AVI-C HD очень часто в фотоаппаратах стоит этот кодек по умолчанию. Это в свое время стандарт съемки видео высокого разрешения. И я почему-то красному виду категорически несведомым пользовался. То есть его следует избегать, потому что это уже в свое время прогрессивный, сейчас повторяющий формат. И обычно MUF-армы такого кодека вызывают проблемы. Следует пользоваться вот тем, что под названием «Наш выбор». В реальности в большинстве фотоаппаратов из этого нашего выбора есть только H264, иногда H265. Прогресс и ROG это удел профессиональных фотоаппаратов. Но я думаю, что со временем, судя по прогрессу в этой области, то есть это буквально в течение нескольких лет, возможность выбирать такие видео-кодеки профессиональные, как ROG и ROG, они появятся, собственно говоря, в обычных фотоаппаратах. ROG это, по сути дела, последовательность фотографий в формате ROG, записанный в один... то есть длинный такой набор из тысячи тысяч файлов, там, DNB или что-нибудь в этом духе, ну, из какой-то ROG формы. Каждая фирма, она по-своему старается реализовать ROG. А вот что касается параллельств H265 и H264, то это стандарты и реализация у них примерно одинаковые у разных камер. Поэтому на сегодняшний момент наш выбор H264, а пользователи квадрокоптеров Antom, DJI, будут H265. С разрешениями тоже существует путаница, потому что нам придумали разных именований, маркетинговых и прочих целях совершенно непонятных. реальное положение дело такое. В камере лучше всего выбирать максимум, который нам нужно. Стрелочки показаны, что лучше отменьшить, вот больше. но суммом, то есть 4К, настоящие 4К, то есть 4000 точек, собственно, вы понимаете, что 4К это по горизонтали, 4000 пикселей. Реально 4096 на 2160 их можно не использовать. Более практично использовать стандарты выбора HD и полоски. Если выбора выбора нет, то так осложнение. Отдельно красный выделен такой формат как 1080i. Нигде не объясняется, что это такое, его следует избегать, потому что это интервейсное представление, это устаревшее представление картинки, определенные проблемы создает на постпродакшене и с ним не так-то просто работать. Напрямую YouTube, если его залить, там всякие артефакты, в общем, лучше избегать всего, чтобы кончать с точечкой. Все-таки итак 1920 на 1080 ты забыла обо всем остальным. Так можно? Можно, если нет Ultra HD, то есть 3840 на 2160 это все-таки гораздо лучшее пробитие. Больше того, я скажу по опыту, что, допустим, если взять одну камеру, снять одно и то же в разрешении Ultra HD и в разрешении Full HD, а потом то, что снято Ultra HD, уменьшить на компьютере до Full HD, то в первом случае картинка будет гораздо более качественнее, чем у второго. То есть все-таки предпочтение следует отдавать. Сейчас уже появляются камеры, которые 6 кам могут снимать и 8 камеры и так далее. То есть это будет гонка по направлению желтой стрелочки очень далеко видимо идти. И на чем она становится неизвестна, но пока имеет смысл все-таки вытягивать из камеры максимум и использовать максимум возможности. И сразу про занозы. Там 6, 9,16 должно быть? Почему там 3,840 а там 4,96 на одинаковые высотки? Нет, не должно быть. Не должно? Это не закон? Это не закон? Нет, не закон. В кино существуют разные пропорции кадров 17,9 считается конечным форматом. Не 16,9 а 16,9 это телевизионный. Так, частота кадров. Частотой кадров тоже существует путаница. Почему? Потому что часть частот пришла к нам из стенок, часть пришла из телевидения. Соответственно, из стенок пришло 24 кадра в секунду. 24 кадра в секунду это минимальная частота, при которой человек не замечает мерцание. Точнее, не замечает, но не очень сильно. И движение выглядит более-менее плавным и прерывистым. Это эмпирическим путем выяснилось. Сначала снимали 18-19 кадров в секунду, а потом пришли на 24. И кино не спешило увеличивать эту частоту кадров. Почему? Потому что пленка безумно дорогая, увеличиваешь частоту кадров, и тяга в пленке растет. Поэтому можно не устаканить на этой частоте. А в случае с видео, поскольку оно зависит от частоты переменного тока, то в нашей стране 25 кадров в секунду, поскольку у нас 50 Гц в розетке. А в Америке 30, и в Японии 25 кадров в секунду играется опорной основной частотой. В нашем случае лучше выбирать 25 кадров в секунду. Не выбирать 30, не выбирать 24, а выбирать именно 25. Ну и ваяние частоты очень выгодно, и это очень важно именно в нашей работе для съемки животных, особенно это касается полетов птиц, съемки насекомых и так далее. Потому что зачастую мелкие движения, движения крыльев и прочее при частоте 25 кадров в секунду они вообще не видны, они смазываются, их почти невозможно. А при частоте 50 кадров в секунду существует возможность уменьшить чуть-чуть скорость проекции, замедлить и более-менее плавно получается и различимо движение мелких движений негруппных животных. Конечно, когда снимаешь допустим Супра или Вася, там уже сныло 50 кадров в секунду особо нету, разве что ты хочешь замедлить какие-то быстрые движения, допустим, лось бежит по лесу, если ты его снимешь 50 кадров в секунду, покажешь 25, он будет в два раза медленнее бежать, это очень будет красиво. Но в большинстве случаев 50 кадров я именно для съемки такого быстрого движения соответственно вот маленькая табличка по выбору частот кадров повторяется то, что я сказал, что в большинстве ситуации, как видите, 25 кадров в секунду, тут еще существует такая ловушка хитрая, что камеры, большинство камер в силу может быть маркетинговых причинам может быть действительно всего неидеальности своей внутренней математики, они не позволяют достичь максимального качества при высокой частоте кадров. То есть чем больше ты забираешь частоту, тем у тебя пропорционально качество снижается. Поэтому очень важно всегда балансировать между качеством и частотой. Собственно поэтому и родилась эта таблица, это мое внутреннее понимание. Обычно я так поступаю, что в ситуациях статичных, в ситуациях, где пейзажи, где медленное движение, где недостаток света и так далее, я снимаюсь не высокой частотой градусов. Ну а в том случае, когда мне хочется замедлить движение, сделать плавным и прочее, тогда уже я поднимаю в потере качества некоторых. камерах для этого приходится уменьшать разрешение, в других камерах ухудшать параметры сжатия и так далее. Есть еще такое понятие у видеофайла, очень важное, о котором приходится вспоминать, от которого приходится отплясать, это битрейт. Я думаю, что мы потом от пауархойтовских файлов выложим, поэтому нужно не инстаграфировать, я думаю, что мы будем доступны. Я уверен в этом, за мелкие деньги будут доступны в пользу частности, но не ограничивай, пожалуйста. Значит, соответственно, что такое битрейт? Чем это отличается от частоты кадров секунды, если я думал, что это дружа? Нет, битрейт, это так бы говоря, количество информации за единицу в секунду, а частота кадров секунды это количество кадров секунды. Поэтому я не знаю насколько правильную математику на калькуляторе прикину. Допустим, у нас есть файл фотографии разрешения 4К в 24-битном цвете и вот она имеет размер 19 миллионов 65 тысяч 600 бит. Соответственно, если такие фотографии делать 25 раз в секунду, у нас частота 25 раз в секунду, соответственно, получится поток данных примерно 1 гигабайт я уже в байт перешел 1 гигабайт в секунду. Вы понимаете, это совершенно неприемлемо, то есть ни одно устройство современное доступное не может писать с такой скоростью после видео, не может ни один процессор с такой скоростью обрабатывать в реальном времени. Я говорю не о профессиональных устройствах, которые могут, дорогие, а о нашей ценно-учке говорить. поэтому для видео используется сжатие и сжатие используется с потерями. Если мы вернемся на несколько спайдов назад, где я говорил о кодегах, то здесь все, кроме RAW, RAW меньшеские, хотя есть кодеги RAW, которые тоже предполагают сжатие с потерями, все остальные это сжатие с потерями. И потери эти могут быть довольно существенны, поэтому выбирая параметры файла и выбирая разрешение, параметры сжатия и так далее, всегда нужно иметь в виду этот очень важный факт, потому что картинка может быть испорчена совершенно неправильным выбором, просто уничтожена практически. Плюс об этом нужно не забывать при пережатии. То есть у многих людей существует такая привычка, я снимал там терапай целый атак и его сожну в 10 раз. Уродина игра ненормальная. Да, на игре она будет выглядеть нормально, но для последующей опработки такой пережатый материал уже вообще не годится, потому что он весь рассыпался на квадрат, это будет кошмар. Поэтому соответственно наш выбор, чем выше битрейт, тем лучше, тем меньше потери. я взял пример выбора на своей камере. У каждой камеры там своя логика, в каждом меню и у каждого производителя там свои тараканы, поэтому они по-разному совершенно показывают, но суть в чем. Вот вы, например, видите, что я выбираю формат записи, выбираю, контейнер Move. У меня еще есть выбор LVCHD, который я не рекомендовал категорически пользоваться MP4 и так далее. MP4 в хепт. Я мог бы выбрать MP4, но по странной логике и камере почему-то уменьшается количество выборов остальных параметров, когда ты выбираешь MP4. Поэтому у меня выбор это собственно нет, я выбираю Move для того, чтобы раскрылись все остальные свойства в меню. Следующий под следующим пунктом выбор качества записи. Вот там где такая табличка из четырех прямоугольников. И там бесконечный список, где выбираю и каждый пункт этого списка у него есть такая расшифровка, такая абракадабра. То есть попытаюсь расшифровать первое. Это разрешение по HD, вот этот пункт, который выбрал. 25 кадров в секунду, 4,2,2 и 10 бит, говорит нам Long Cop, вот эта строчка, она нам говорит, что это очень хороший параметр сжатия. B3 100 мегабит в секунду. Это для нас очень хорошо. LPCM это параметр записи звука. Это очень хорошо, но недостаточно. Я знаю, что эта камера может больше. Вот лучший вариант. 50 кадров в секунду разрешение 4K в Ultra HD. 8 бит это, конечно, чуть-чуть похуже, это небольшой компромисс, но зато 50 кадров в секунду это дает некоторый угрыш. B3 150 мегабит в секунду. То есть вот это минимум, который более-менее удовлетворяет современным требованиям современных продюсеров и вообще допустим даже если отправлять такое видео на YouTube или на какую-то обработку, это будет выглядеть очень прилично, очень хорошо и раскроет полностью возможности камеры. что можно вернуться сюда? Когда ты говоришь про 4K я не думаю про то, что я буду посылать продюсерам. Я не хочу 4K потому что другой для тех бедных это какой 4K Full HD где он там у тебя нету здесь даже ты его не рассматриваешь а вот Full HD 10 25p это маловано. Вот это тоже рекомендуем Full HD 25p или 25p 50p если он повыше есть 50p ну 50p а 10p это на изображении да просто понимаешь хорошо ты представь ситуацию у нас есть какой-то интересный проект да а у тебя есть какой-то материал который к этому проекту идеально подходит уникальные съемки неповторимые ведь специфика наших занятий она заключается в том что мы попадаем зачастую в неповторимые условия снимаем что-то что уже можно никогда больше не снять может быть зачем ограничивать себя качеством в прошлом когда нужно снять гораздо лучше вот мне это непонятно потому что я не верю что это у меня может получиться хорошо вот это я записал для бедных а для тебя значит если я что-то буду делать то следующий вот этот а это какая камера